Давайте мы начнём с простого вопроса. Равнение прямой, пригодящийся из этих 2 точки. Красное уравнение. Давайте теперь пойдём дальше. Пусть теперь у нас имеются 3 точки. Через 3 точки уже нельзя произвести. Через 3 точки уже нельзя произвести. Но можно... Можно что? Какой график можно привести через 3 точки? Окружность. Окружность можно, но меня интересуют графики многочлепов. Параболу. Совершенно верно. Можно параболу. Как записать её уравнение? Как записать её уравнение? Проходящийся из этих 2 точки. Да. Совершенно замечательно. Такова. Нет. Профитикольдерман надо написать равно. Вы написали. Это всё написанное выражение. Сумма из трех слагаемых равна чему? Да. Замечательно. А как доказать, что написанное в этом рублей, что эта формула действительно задаёт у многочлена второй степени, график которого проходит через заданные точки? Тоже мой эфир второй степени, это ясно, а почему-то проходит через заданные точки. Тимур, да, пожалуйста. Мы можем просто подставить точку и видеть, что это будет. Давайте. Ну давайте поставим. Давайте какую-нибудь одну подставим. Какую? Можно поставить x0? x0 поставить. Что это будет? Поставить x0. Дополнится 1 0 плюс 2 членом 0 плюс 3 членом 0 плюс 3 членом 0. Потому что там есть как раз этот самый x минус x0 входит туда. x минус x0 входит туда. Поэтому получается при подстановке x минус x0 входит множителем во второй в тренний член. И соответственно только первый член даёт вклад, а первый член даёт вклад y0. Так. Давайте возьмём ещё одну точку. 4. 4. 4. y. 4. В этом случае... Валерия не снимает, что ли. Нет, почему 4. 3. У нас же с нуля началась нумерация. Если так, то будет уже 5 точек. О, простите. x3. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, спасибо. 3. В этом случае многочлен будет в какой степени? 3. 3. И как его выписать? 4. 5. 5. 5. Давайте попробуем так. Действительно. Давайте попробуем так. Какой? В точке x0 будет, например, 0, в точке x1 тоже 0, в точке x2 тоже, а в точке x3 тоже. Как написать? Кубический многочлен, который обращается в 0, в точке x0 x1 и x3, а в точке x2 прямое значение y2. Для Коли и Тимура тем временем располагательный вопрос. Здесь мы записали по степеням, по парам произведениям, а если бы я хотел записать по таким степеням, x-x0 с каким-то коэффициентом, потом x-x0 умножить на x-x1 с каким-то коэффициентом, потом x-x0 умножить на x-x1 на x-x2 с каким-то коэффициентом и так далее. Как в такой форме записать, какие будут коэффициенты? Понимаете вопросы? Это формула Ньютона, кажется. Это формула Ньютона. Это формула Ньютона, да. Вы знаете, как это коэффициент. Давайте попробуем тогда вернуться к прежнему значению. Пусть будет не кубический значение, а с корнями x1 и принимающим значение y2 в x2. Ньютон найти такой квадратный трехчлен, который обращается на такую форму x1, а в точки x2 принадлежит значение y2. Действительно, ведь квадратный трехчлен задается тремя параметрами. Коэффициентом при квадратном члене, коэффициентом при линейном члене и коэффициентом при свободном члене. Это у нас три условия. Два корня и дрожжевого корня были бы еще недостаточны, чтобы полностью определить квадратный трехчлен. А у нас есть вот еще третий условия, что в точке x2 он принимает значение y. Как же его квадратный трехчлен найти? Как пишется формула многочлена, у которого есть два корня? Если у вас есть люди, то мы можем подсказать в квадратных трехчлен. Там он может быть. Где у вас есть? Да. Это все такие аккордарные трехчлены? Стандартные карпании? Нет. У нас есть, скажем так, стандартные трехчлены. А, мы все не можем подсказать. Это как в дакторе. Да, вейкс. 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 И вот тогда можно истеричить. Ой, вот. Да. Выражение. А у нас еще осталось там. Вейкс. Вспомнить условия задачи. Просили, чтобы было два корня, x нулевое, x первое, и чтобы график проходил через точку. Какие из этих условий вы уже обеспечили, а какое еще нет? bung pairodzi. Давайте я вам подскажу по контакту. Так, давайте попытаемся убедиться, что это правильный ответ. Почему, как, Жанна, вы пришли к этому выбору? У меня есть точка Х, формы, которые писал Коля, да, но можно ли мы как-то увидеть? Без помощи Коли, это правильный ответ. Продолжение следует. Продолжение следует. Секундочку, а теперь такой вопрос, потому что можно ли разложить выписанное вами выражение на множество? Как вы теперь теперь третий условие задачи, чтобы этот граждан включен в точке х, 1, 2 и, соответственно, если зависать в виде произведения, и в тему музыку, которая будет участвовать для а, А, ну, кстати, это слое, да, но это не так. Да, да, да. Хорошо. Очень хорошо. Прекрасно. Что и есть в форме выписанное? Очень хорошо. Теперь вопрос немножко изменяется. Теперь давайте представьтесь вот так. Если только один корень х-слой, про второй корень еще неизвестно. А в х1 имеется значение у корень. А в х1 имеется значение у корень, а в х1 имеется значение у корень, а в х2 значение у корень. Как тогда найти это? Как тогда найти, соответственно, когда включаем? Вопрос понятен, да? Ну, можно, конечно, как это предлагает Алеша, пытаться решить систему из уравнений с неизвестными. Это можно так? Конечно, можно найти. Ответ. Но давайте мы для начала... Давайте мы попробуем не так. Давайте мы попробуем... Я утверждаю, что эту задачу можно свести в предыдущую. У нас в предыдущую задачу получился очень симпатичный ответ. Обратите внимание. Предыдущую мы тоже могли решать. Мы тоже могли решать вот тем методом, который предлагает Алеша. Но мы получили, обратите внимание, мы получили ответ в очень симпатичной форме. А именно, мы получили ответ в мультипликативной форме, как произведение. Это очень хороший форм ответа. Лучше, чем... Да. Лучше, чем то, что вообще может получиться, если решать систему из уравнений. Да. Два. Алексей. Х2. Вы не снимаете все время. Вы не снимаете все время. Так. И почему это довольно... Правильно? Потом не поставить, что это очень почва. Что? Вам надо подставить чуть-чуть интересно. ечение, но встает вопрос... но встает вопрос, да, ну давайте поставим какой-нибудь, что вы хотите поставить, расскажем. Если x0 поставим, то получается 0, да. I get inside C. Если будет 0, то останется? Да, да, да. Если x поставим 2, то здесь поставим 2. Если x поставим... Замечательно. Скажите, пожалуйста, если в адреса мне эту форму, как вы очень хорошо сказали, под прямой остановку можно убедиться, что она утворяет условия задачи. А может, есть другая форма, которая тоже утворяет, и вообще может быть много таких квадратных членов. Можете такое быть? Да. 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 Ну... Да. В принципе... Участвовать. Заму нужно... Участвовать. Помогать. А мы понимаем, что это название так, что в этой параболе... Это прямо называется вершина параболы, да? Но где-то неизвестно. Здесь. Вот. При большей паре, она как-то пересекает эту точку. Что? Ну, да. 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 Почему? Потому что, вот, система... Что? Да. А, ну, по 4-5 секунды, что она решается на базу. Нет. Нет. А какие вот, кстати, давайте вот тут спросим. Давайте вот тут спросим. Тоже я говорю, я иду по списку с полной объективностью. Вот я читаю. Казимиров, Данил. Одинский класс. Даня. Вот какие возможны варианты, если у меня есть система, из трех линейных уравнений с тремя неизвестных? Какие возможны варианты? Ну, у вас же три уравнения и три неизвестных. Неизвестно нас здесь обоится. Именно. Ну, то, что она имеет решение, мы увидим. Решение уносили. Ну, может быть. Может быть. Может быть. А если это имеет бесконечное множество решений? Как устроено это бесконечное множество? Может ли, например, быть там последовательностью решения? Ну, скажем. Решение там. Может быть. Решение там. А все решения там цены. Какие решения у нас есть? Если есть, например, одна тройка, то как-то следующая тройка получается добавляет им на какую-то пропорциональную число? Но они пропорциональны все. Сейчас. Почему же они пропорциональны? Заметьте, что у нас не нулевая. Не нулевая левая часть. Почему же они пропорциональны? Если мы решили нужно на два, то это не решение. Вот может ли быть такое, что вот три линии украления, три неизвестные? Бесконечное множество решений в целом? Или рациональное? Ну, такая ситуация возникнет. Мы пытаемся провести параболу через три точки. То, что это возможно. Да, давайте, Даша, пока, чтобы этот вопрос полностью закрыть, давайте наобличем еще общую формулу. Посмотрите, это ясно, я крик один, а потом все четыре. Да. Один и один один, а в норме нет. То есть 0, 1 и х-с. Что? Замечательно. Знает формулу написано. Обратите внимание, что ее запомнишь легко, да? Вот мы видим 2, 0, 1, 1, 2. Наверху все индексы присутствуют. А внизу уже восстанавливается, чтобы при постановке все скрешивалось правильно. Но, может быть, есть еще какие-то такие формулы? Есть еще куча разных, вот как правильно вам сказали, может быть, есть, конечно, много решений. Обогащая, как правильная степень, может, может, взять и должен быть. Обогащая, как правильная степень, и взяты должен быть. То есть в смысле как? Часть. Это, то есть как же? Нет, может, прибавить еще? Друзья, примерно 1 минуту, что у нас не было значения, просто не было значения. Ну, это все очень хорошо. Это хорошо, да. Если они могут, если они могут, если они будут точками? Ну, параболы же могут пересекаться, да? Параболы же могут пересекаться, правильно? Да. Сколько точек могут пересекаться этой параболы? Параболы мы понимаем просто не пересекаться. Если у нас даны, грубо говоря, три точки, и при этом они все разные, то если одна цена... Нет, нет, две все разные, все разные. А. Система стоп-филы не повредить? Да. Возможно, у нас решение? Здравствуйте. Либо нет вообще решений? Да. Да. Либо бесконечное количество решений в том случае, если две точки я не согласен. Это почему? А как вы это пришли? Ну, потом... Сейчас. Субтитры не поможете. Я не знаю. На мой взгляд, задача склоняется, по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, в основном сезонных системах контактов и я имею в виду три точки. То есть в связи того, как они отвечают, то есть тоже стоит никаких прав, чтобы никто не погодить. Это я нисколько не оспариваю, я просто прошу вас доказать ваше заключение. Просто если бесконечное множество решений, то все эти три точки совпадают. Как вы пришли к такой выводу? Как вы доказываете, что это все? Нет, может быть, я не оспариваю вас здесь, это как бы вас заказывает. Почему бесконечное множество решений? Почему бесконечное множество решений? Нет, это ясно, только наоборот. Почему, если нет совпадения, то параболы решены? Почему бесконечное множество решений? Хорошо, окей. Возвращение сертификации системы. Три точки, да. Тимур, как вы считаете? Может быть несколько парабол? Нет. Нет. Почему? Ну, если у нас выводность. Да. Три параболы, взаимодействующие. Тогда у меня должно быть три внушения. Три градуса. Да. Тогда получится будет квадратный трехчлен, у которого приходят. А так не бывает. Правильно. Очень хорошо. Так. Очень хорошо. Да. Спасибо большое. Значит, мы доказали существование такого квадратного члена и его единственности. Возвращение. Спасибо. Спасибо.